Министерство промышленности и торговли России подготовило доклад о вреде перевода часов. Ученые доказали, что переход на зимнее летнее время это серьезный стресс для организма. Впрочем, перевод стрелок считается выгодным экономически, он помогает экономить электроэнергию. Все за и против временных изменений в репортаже Ильи Филиппова. За то, чтобы в стране круглый год было лето, хотя бы на часах, большая часть экспертов, в котором было поручено выяснить, насколько вреден перевод стрелок на зимнее время и насколько полезен. Специалисты опросили население, преимущественно там, где были соединены часовые пояса Самара-Судмуртия и Дальний Восток. Тему также изучили биологи и медики. Мы привлекали данные по заболеваемости, по изменению, допустим, в разных субъектах федерации, ну и пытались это связать вот с этим фактором, временным фактором. В Институте медико-биологических проблем эффект перевода стрелок изучили на космонавтах, действующих и кандидатах. И выяснилось, что на здоровых перевод часов в режим зима почти никак не действует. Есть небольшая усталость в первые сутки, а потом состояние сглаживается. Но таких людей со здоровьем космонавтов очень мало. Зато тех, кто предрасположен к различным заболеваниям, большинство им сложнее. Первый день после перехода на зимнее время количество вызовов скорой возрастает на 11%, а суицидальных попыток на 60%. Итоги исследований еще не подведены, но уже сейчас эксперты не видят особой нужды раз в полгода всему населению становиться стрелочниками. Зимнее время, оно как раз, у нас вообще такого понятия вроде бы, даже можно сказать, нет. Зимнее время это просто сдвинутый на один час в сторону светлого времени суток, время для более эффективного его использования. Когда-то говорили, что для экономии электроэнергии. Теперь посчитали, особой экономии нет, вернее она незначительна. Наша страна северная, и большая часть населения живет там, где летом почти всегда светло, а зимой большей частью темно, и к тому же холодно. И энергопотребление возрастает настолько сильно, что экономии и не видно. Впрочем, страны Евросоюза по-прежнему стрелки переводят. Хотя в Европе есть и государство-экспериментаторы. То вводят, то отменяют. Но, правда, никто никогда не считает, какие убытки несут сонные, невыспавшиеся сотрудники. В Минпромторг, который и заказывал российское исследование, специалисты отправили ответ, что, дескать, время лучше не трогать. Отсутствие сдвигов сезонных, в общем-то, это более такой благоприятный вариант. Предложение Минпромторга правительство намерено рассмотреть в конце января, в начале февраля. Очевидно, что научные исследования пришли к тому, на что ориентировались наши предки, у которых не было стрелок, а были биологические часы. И они никогда не подводили. Илья Филиппов, Мария Зинцова, Евгения Стрыгина. Вести.